Берем карточку Тинькофф Black Mirror, ждем оплачивать этот кемпинг. Этот кемпинг я уже горел, нам стал как дом родной сюда приятно возвращаться. Сейчас мы здесь уже 4 ночи простояли, отсюда уже вообще все уехали. И 2 дня подряд кемпинг принадлежал только нам. Представляете, как было здорово. Сегодня предстоит нам поехать в несколько мест. Сегодня будет выпуске Сиван, возможно даже шашлычок. Вот, а еще конечно будут развлечения. Для детей мы поедем в аквапарк и посетим еще горнолыжный сегодня курорт. И посмотрим горы, и все это будет в насыщенном новом выпуске. А приехали мы куда? В аквапарк! Все правильно, будем купаться, развлекаться. Мальчишки в аквапарк в такой полноценный пойдут впервые. Носенка тоже впервые. Но просто на самом деле, я что-то смотрел фотки, здесь такие масштабные горки. А горок я вообще не вижу. Может быть он как-то там в глубине? А почему он за семью не знает? Хрен его знает. Не-не, он вот здесь. Ладно, сейчас пойдем посмотрим, что у нас там нас ждет. Вот, и будем с вами делиться ценой и так далее и тому подобное. Вообще изучал здесь, цена такая, ну нормальная. Нам на семью, по-моему, баксов 50 должен выйти. Но посмотрим. Отстояли мы в небольшой очереди, дали нам 4 взрослых браслета. Кое-как уговорил, чтобы Родика тоже пустили. Ему не хватает 2 сантиметра, буквально до 120. 7 тысяч драм стоит взрослый билет. 4 взрослых. Она говорит, половина горок не будет работать. Я говорю, так тогда тем более опускайте его, чтобы он покатался. Она говорит, плавать умеет. Я говорю, он же профессионал, и вы все это знаете, как он профессиональный плавец. Да, сынок? Отец его в открытое море отпускает до буйков плавать. Сумасшедший. Ладно, все, заходим, пошлите. Ну, добро пожаловать в аквапарк. Смотрите, как здесь. Здесь, короче, большая территория. Здесь сразу для мальчишек, для девчонок. Настен, все, ты иди в свою. Мирошка, пошли переодеваться. Давай. Ну все, не прошло 5 минут. Мы готовы. Идите в туалет, пацаны, вы хотели? Идите в туалет. Давайте, давайте. 1, 2, 3. Мирошка. Ой, Мирошка самый деловой. Ай, все, браве. Вот так вот. Такая территория. Слоны. Сейчас посмотрим, что работает. Огромное количество лежаков. Это как бы очень хорошо. Сейчас что-нибудь все забронируем. Может быть, не будем бронировать. Будем просто ходить. О, вон горки уже для маленьких вижу. Получается так, что вот здесь вот низ, это для маленьких. А вот сюда поднимаешься, здесь уже верхушки. Здесь даже есть аттракциончики. И здесь уже, собственно, все большие горки, которые нужны нам. Нам, взрослым пацанам. Да, да. Но единственная проблема в том, что не все работает. И это, конечно, грустно. Но вот это на ватрушке работает, поэтому я предлагаю сразу пацанам испытать вот эту горку. Да, давайте эту. Нет. Давайте, давайте. И тут я прям расстроился. Вот эта вот горка на ватрушках кататься. Короче, дополнительно получается плата 300 драм, чтобы на ней прокатиться. Ну, как так-то вообще? Ты же вроде и так за вход платишь. И в итоге нифига. Короче, какой-то прям прикол. В час откроются вот эти горки, а в два только вот эти. И пока ты ходишь, и получается только детский доступен. Это, конечно, сейчас не совсем как-то правильно. Как вы считаете? Пополнили билеты. Здесь смысл в том, что ты... Точнее, браслеты. Браслет пополняешь на любую сумму. Потом, если что, они тебе вернут наличкой. Можно пополнять много. И здесь и в любом фудкорте там все остальное ты платишь исключительно с браслета. Сейчас пойдем в паркате мальчишек сначала на той горке. Блин, я не знаю, не совсем, конечно, удобная система. Мне кажется, если ты зашел, сразу так шикс за все получается. Ну ладно, посмотрим сейчас, как у нас тут будет дела. Опачки, залетаем. Артем, помогай. Она тяжелая. Руадик, иди помогай. Куда ты убежал-то? Ну, наконец-то мои парни доросли. Ну, почти. Родик, да, еще? Мирошка-то еще долго, но тем не менее, нам, основному составу, уже можно вместе тусоваться и получать удовольствие. О, все, мы поднимаемся. Сейчас будем скатываться. Здесь, короче, если один, выдается одинарная штука. Если вдвоем, двойная батрушка. Страшно. Если втроем, как мы, то тройная. Ну-ка, Родик, вот так вот. Давай, на мои ноги облокачивайся. Угу. Вот. Все пускают? Да. Готовы? Да. Полетели, пацаны, держитесь крепко. Держитесь крепко. Ты тоже тут. У-у-у-у. Вот таки. Нихрена. У-у-у. Ёбараса ты. Вот это я очканул. Ну, мне страшно. Слышь, я не думал, что так будет. Что, клево, парни? Ну, мне страшно. Да, слазь. Вроде как. Охренеть. Ну, там, когда вываливаешься сверху, конечно, я вообще попутал. Не-не, парни, все, пойдемте. Пока мы их сатались, вон мирошка тут доволененький такой. Пошли, пошли скатимся, сынок. Пойдем. Пошли. Так, вон парни вот с этой пока катаются. Мы пока ждем самые такие клевые дети скатываются. Давай. У-у-у. Воу, воу. Ау. Стой. Водопад. Давай, 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 сам давай. Не надо. У-у-у. Здесь, кстати, вот фудкорт. Цены достаточно, ну, нормальные, хорошие цены. Здесь еще есть рейстик. Две штуки целых. Здесь вот рейстики, кстати, меню достаточно разнообразное. Все есть супы, салаты, закуски, шашлыки, пиццы, всякие вот эти мельтинские хачапурки есть. И ценники вообще такие. Ну, вот. Классные. Еще толком нигде не покатались, но уже пришли и есть. Вечно голодные. Заказали хачапури по-аджарски. Да, парни? Да. Сейчас пообедаем и тогда пойдем на горках делать, бля. Картошечка, кетчуп и хачапури. Сейчас еще детворе принесут хачапури. Вот и детям принесли. Я не обманул. Четыре. Мы думали, они маленькие, они огромные. Надо было меньше заказывать. Походу, снова с собой забираем. Да, Настяна? Наедаемся. Темка полетел. Прыгай! Прыгай! Родзин, давай. Ты готов? Давай. Прыгай! Давай, вон лестница, выплывай. Я погнал. Да. Класс! Так, на этот акцион отправили Настенку. Она, конечно, дико очкует. Но я ей сказал, что надо. Иначе так жизнь пройдет зря. Мирвач, смотри, мама едет. Давай! Ну давай! Да давай, ты че? Да ничего, ничего. Давай. Родик, уйди. Прыгай! Вот эти открылись, теперь мы идем сюда. Сейчас будем испытывать. Здесь, кстати, вот на ватрушке. И эти открылись, да. Красота. Пойдемте туда сначала, Родик. Так, мы уже поднялись. Сейчас едут Темик с Родиком. А потом уже я. Родик, стой, садись. Ложись. Ложись, прям лежа едь. Лежа. Лежа надо обязательно. Лежа, ложись. Все, поехали. Как же я давно не купался в аквапарках. Это просто. Они вроде не такие большие, но ты едешь в полной темноте стрёмненько. Сейчас отправили Настенку с мальчишками. Так, там парни едут. Мирошка, встречай, братья. Давайте. Едет, да? Слышь, слышь. Ну как? Я сюда, наверное, вот нажала, чтобы не в этом воздухе не было, потому что это тепло, да? Да. В общем, друзья, мы в 2 часа дня. Парк начинает жить во всей своей красе. Все включается, подключается. Всякие динопарки, все функционирует. Короче, сюда лучше приезжать к двум. Мы хотели приехать, наоборот, к открытию, чтобы до обеда здесь провести. А видите как, открывается все гораздо позже. Теперь с мальчишками идем вот на вот этих горках развлекаться. Здесь подключена белая и синяя. На синей катаются с ватрушки на белой без. Сначала на белой прокатимся, а потом возьмем уже ватрушку, да, парни? С высоты как смотрится. Вот здесь очередь небольшая на ватрушке. Но прикольно. Мы пойдем скатываться вот здесь. О, здесь тоже, короче, очередь. Родик погнал первый. Родик, на попу садись, лежа, руки крестом, давай. Так, где-то едет, вон. Все, давай, давай, погнал. Ну а теперь мы с вами. У-у-у, ускорение! У-у-у! О, финиш! Мы нарулили ватрушку, ну, короче, смотрите, как лайфхак. Здесь можно взять за 300 драм ватрушку и не ждать очереди. Но сегодня людей вообще нету. Вот мы сразу подошли и взяли себе ватрушечку тройную. Сейчас будем на синей горке спускаться. Все, мы едем. Пацаны, держись! У-у-у! У-у-у! Как вы, парни? Замосить! У-у-у! 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 Класс! О, сейчас подлетим! У-у-у! Падаем, пацаны! Пацаны сейчас скатываются на плюшки. Одинарная насенка поднялась на самый верх. Кстати, после обеда вот эти две синюю-красную отключили, а включили желтую. Поэтому мы сейчас туда пойдем. Отправил насенку с пацанами на тройной ватрушке. Вот тройная ватрушка, самый кайф вообще. Пацаны, они поднимаются. У-у-у! Клево! А теперь пойдем на самую мощную. О, сюда! Желтая очень крутая горка. Я с нее скатился несколько раз, но получился только сториз. Камеру брать с собой туда вообще ни о чем. Едешь, просто закрываешь глаза, потому что встречные брызги, короче, бьют. Но она свободна, на нее мало кто идет, потому что она действительно очень стрёмненькая. Ну что, вам понравилось? Да! Не, на самом деле, это вообще потрясающе. Кто никогда не был в аквапарках, уверен, что таких людей много. Обязательно. Вот как мы раньше были. Да, обязательно приезжайте в любой, выбирайте. Ну, где побольше город, и есть вот такие там с плюшкой, есть повыше, есть поэкстремальней. Это, конечно, классно. Ну, а мы сейчас едем на озеро Сиван. После таких купалок мне, как правило, требуется время на то, чтобы поработать. И одно дело, когда ты на отдыхе, а другое дело, когда ты путешествуешь. И кто за нами давно наблюдает, знаете, что мы уже полтора года в пути, и работать не так-то просто. Почему? Потому что многие приложения за границей не работают. Ну вот сами посмотрите. Например, когда мы были на Шри-Ланке, целая история была зайти в Сбир. Например, в Турции тоже множество сервисов не работают. Даже ту же Яндекс.Музыку послушать, это целая история. Даже когда я хочу сделать сюрприз своим родителям и организовать им доставку продуктов из любимого магазина, то тоже приходится проходить целый квест. Да и в принципе, что тут говорить про другие страны, ведь элементарно даже в России огромное количество интересных сайтов и приложений, да и сервисов, они просто не работают. Ну, я думаю, вы знаете прекрасно, что в таких случаях на помощь приходит VPN. Но опять-таки, да, у кого-то VPN работает, у кого-то не работают. Какие-то блочат, какие-то работают медленно и невозможно даже посмотреть элементарно какое-то видео. Я, например, нашел для себя очень классный, крутой VPN, который соответствует абсолютно всем параметрам. Так что, ребята, сейчас будет очень крутая рекомендация. Слушайте внимательно. И называется этот VPN TripVPN. Он как раз для путешествий и для людей, которые хотят продолжать пользоваться всеми сайтами, которыми пользовались раньше, пользоваться приложениями, которыми привыкли. И этот VPN имеет огромное количество плюсов. Я вам расскажу про самые топовые плюсы. Первое – это очень высокая скорость. Для тех, кто пользовался хоть раз каким-то VPN, поймет, про что я говорю. И оценит эту скорость TripVPN. К тому же, TripVPN не имеет рекламы. То есть, когда вы открываете сайт или приложение, вам не будет показываться никакая реклама. Ну и, конечно же, возможность смены локации протокола подключения, который пригодится в зависимости от провайдера. По умолчанию я рекомендую пользоваться самым топовым протоколом. Он называется Outline. А еще у данного VPN есть очень крутой бонус. Вот смотрите, когда вы сидите с друзьями, вы начнете им рассказывать, что у меня работает, а у меня без рекламы. Естественно, ваши знакомые скажут, о, что за VPN? Вы им расскажете и не просто расскажете, а дадите свою ссылку на регистрацию. И с этой ссылки, когда ваш знакомый зарегистрируется, вам упадет приятный бонус. Мне кажется, это очень классное предложение. Ну а чтобы ваше пользование 3ppn было еще круче, я попросил у ребят ссылку, персональную ссылку для вас, по которой вы получите аж 50% скидку на любую подписку, которую вы для себя выберете. Но нужно обязательно помнить, что такая огромная скидка будет действовать только при первой подписке. Ссылочку, друзья, я оставляю в описании. Обязательно переходите, пользуйтесь безопасно интернетом и самое главное, путешествуйте. По пути на Сиван мы заехали в магазин, купили мясо, холодненьких напитков, чтобы сегодня отдохнуть, так сказать. Поешь очлычок. Сразу же вышел из магазина, не было уже мариновано, купил просто мясо и сразу же замариновал, бросил в холодильник. Сейчас пока едем, час уже все замаринуется. Сразу будем разжигать огонечек. Да, мы приехали снова на Сиван. Прям смотрите на то же самое место, прям тютелька в тютельку. Наш так называемый мангал. Мангалвар. И снова никого. Здесь единственное, сейчас ребята стояли из Москвы. Он армянин, жена русская. Что-то тоже с камерой, видимо, наверное, снимают. Немножко пообщались, пообщались за страны. Где кто был, куда кто поехал. Они тоже из Москвы, но уже год живут в Армении. Все, мы сейчас будем здесь располагаться, разводить костер. Я вообще не голодный? Я голодный. Да, все понятно. Будем, значит. Маленько стали, совсем прилично. У меня все баки наполнены, да. Я еще в тот раз наливал. Красавчик. Все, ребят, раскладывайся. О, дети уже знают, что нужно делать. Кстати, купили шахматы, нарды. Будем баки рубиться. Ой, да, сегодня вечерком порубимся. У нас все готово к поджиганию. Ау, надеюсь, будет недолго. К зажиганию. Не, поджигание. Гори, гори, ясно, давай. Чтобы не погаться. Немножко мы лоханулись. У нас мало угля. Что-то здесь насобирали. Но у нас аж целых три шампура. Вышло шашлыка. Гляха-муха-муха. И вот, как их пожарить, теперь сплошные у нас вопросы. Ребята, это было непросто на самом деле. Непросто, но у нас это получилось. Получился настолько вкусный шашлычок. На все, говорит, далисимо. Вкус на та. Все, мы сейчас кушаем. Значит, ложимся спать. У нас же все даже постельно. И отправляемся дальше путешествовать. Здесь по местам. Так что не переключаемся, ребята. Пока мы только вываливаемся из квартиры, хотел сказать, из машины. Детки уже играют в шахматы. Вот так вот на берегу Сивана традиционно приезжает водокачка, который набирает воду. Вау. Кстати, вот самый кайф купаться сейчас с утра. Возможно, после завтрака. Когда Сивана прям чистый, 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 спокойный, спокойный, спокойный. Класс. Вчера в этом аквапарке не было в душевых горячей воды, представляете? И после аквапарка хрен голову помоешь. Но у нас горячая вода есть. Всегда в баке кипяточек. Поэтому вот так вот сейчас быстро бошки помоем и едем дальше. Здесь, кстати, могла бы быть реклама вашего шампуня, но нет. Вот так вот. Теперь можно ехать дальше. Красота. Сиванчику пока говорим пока. И едем мы в Цахкадзор. Там вообще горнолыжный курорт. Очень интересно посмотреть, как он выглядит. Один мы уже видели. Выпуск можете посмотреть, есть на канале. Доехали мы до Каскадзора. Это курорт, на который, мне кажется, нужно приезжать именно зимой. Кататься здесь несколько трасс. Просто дело в том, что мы думали сейчас подъедем к канатке, попробуем покататься. Ну, во-первых, платный въезд. 500 драм стоит 1 час. И, во-вторых, я смотрю на канатку. Она не работает. Вот мы уже минут 5 стоим. Она вообще не двигается. То есть, скорее всего, тачка в Джимруке, канатная дорога не работает. Она на обслуживании. Вот. Поэтому, что смысл туда заезжать, не знаю. Короче, друзья мои, надо сюда приезжать зимой, когда здесь действительно атмосфера лыж, сноубординга. И вот эта вся история, которая связана с горнолыжными курортами. Архитектура, конечно, здесь классная. И здесь все строится, все новое. Здесь очень много классных отелей. Вон даже, да, она афиши. С басиками и так далее, и тому подобное. Но, короче, канатка запустилась. Правая сторона. Мы посмотрели, что там есть. По сути-то, ничего нету. Так чисто походить, виды посмотреть. Вот. По горах, как говорится, гуляли, много что видели. Поэтому сюда нужно приехать именно зимой. А еще здесь есть городской парк. Бесплатный Wi-Fi. Можно кататься на великах, какие-то VR-игры. Ну, смотри, какой здесь подъемность. Он бжжжжж. Да, это вот он такой вот. Да, ты просто поднимаешься. самого верха там есть зиплайны и так далее домик для собак батуты стрельба какая-то метание ножей сейчас пойдем в церкви и я хотел вам показать архитектуру видите как это все выглядит это вот какие-то гостевые дома или гостиницы и все это так сам в ущелье и этот курорт расстраивается прям едешь и видишься все строится строится тротуару ложатся новые дороги и так далее то подобное 10 повсюду стоят квадрики можно брать экскурсию кататься на квадроцикл так но нас интересует вот церквуха называется это сидела монастырский комплекс кича рис кстати классная не знаю восстанавливали не восстанавливали но вот в этих вот кирпичах если их так можно зайти сколько надписей и кстати вот восстанавливали вот сейчас например идут восстановительные работы какой-то части здесь кстати вот еще надгробия вот эти вот древние 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 вот они надписи видите даже на арке все написано но мне кажется уже современные потому что слишком идеальное состояние этих надписей ну и табличка про этот монастырь но все на английском решили мы покататься по плохим дорогам но там идет трасса так называемая м4 с которым успешно съехали и едем как пацаны говорят по кристаллам видите такие камушки они светятся едем очень интересное место но едем правильно ли мы вообще не знаю как туда правильно добраться тоже не знаю в первый раз как говорится надеюсь правильно едем просто по полям как в той песне да смотрите просто поле но хотим туда попасть вопрос только как забрались такие дебри отсюда открывается рарат такая вот вот просто поле все тут дорога заканчивается нужно куда-то за холмы туда ехать то ли мы неправильно едем то ли чё я понять не могу но вот здесь еще так вот более-менее она заканчивается и все и пустота поэтому сейчас приняли решение наверное сейчас будем возвращаться на основную дорогу а там дальше будет видно куда нам ехать блин конечно грустно немного если смотреть по карте то получается это место за вот этим вот прям холмом поэтому я решил что нужно сейчас пульнуть дроном попробовать долететь и посмотреть что там есть короче полетели ничего не понятно что куда попробуем сейчас еще одну дорогу если нет то ну нет значит нет это конечно какая-то жесть блин вот навигатор это такое дерьмо если ты местность не знаешь вот у нас дорога вон там он видите идет хорошая накатана и вон туда уходит куда нам надо а нас он вел вот через эти какие-то холмы опять куда-то завел вот это просто такой обрыв вот я и думаю рискнуть здесь и сразу на ту дорогу либо ехать через вот эту деревню вот так в объезд фух слава богу мы нашли дорогу даже в рифму вам говорю представляете но на самом деле вот здесь вот прям на подъезде я уже смотрю и глюда это точно того стоило короче смотрите друзья мои как это невероятно круто смотрится да люди приезжают фотосессии прям все устраивают стульчик сейчас посмотрим что будем делать мы но дорога капец вон смотрите сколько мы набрали песка но как тебя тема очень масштабная история туда вот можно вовнутрь идти там какие-то пещерки сейчас прогуляемся я не знаю что это такое тем какая-то порода до крутяк вообще вот это место ребята еще не туристично и на самом деле сюда возят местные гиды которые хотят показать что-то такое невероятно и на самом деле вот это вот локация она и является такой конечно никто не говорит о падавая мирошка никто не говорит как сюда правильно проехать потому что вот мы влучшились минут наверно 30 точно одну дорогу вторую дорогу чё сынок на ручки даты месяц его испачкаешь пойдем вон подойдем туда пошли давай мне руку просто здесь даже пещерки такие есть да блин не знаю опасно тем потому что любой момент может обрушиться конечно же класс вот этот рельеф самое фото такая зона здесь конечно вообще слушайте это невероятно я не знаю ветер наверное гуляет и так вот составе вает потрясающе конечно смотрится вот так вот вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот самый кайф наших гайдов это то, что это нет информации в интернете, но в том плане, что как сюда проехать, а мы в наших гайдах вот не просто указываем точку, а вот к сложным вот таким маршрутам мы прям на карте прорисовываем, где нужно повернуть и как туда конкретно проехать. Вот понимаете, сколько времени мы потеряли сейчас, чтобы найти эту локацию, а вот кто поедет по нашему гайду, там уже будет все максимально просто. Вот сколько мы сегодня уже километров проехали, да, где только не были, но мусор до сих пор Сивана с нами едет. Я уже как-то говорил про это, что мы вот так закидываем к себе мусор, а потом катаемся и забываем. Бывает. Нашли, ура. Ехал прям с целью найти мусорку. Ехал и высматривал. Прощай. Настенка, где мы? В Ереване. В центре, в центре Еревана. Приехали мы сюда не просто так. Хотим мы в Кесоскейт-парке покататься и еще мы хотим заехать в Додо Пицца. Раньше здесь работала она только на доставку, сейчас можно прийти покушать. Надеюсь, что это действительно так. Короче, еще ничего не открыли. Видите, зал за ширмой там, где-то там. Поэтому мы вот так вот просто за столиком будем стоять и кушать. Вот такой вот у нас заказ. Все. Будем кушать, пацаны, приятного? Спасибо. Немножко довольный человек. А вернулись мы в наш уже любимый кемпинг. Я не знаю, что бы мы в Ереване делали без этого кемпинга, потому что вот за такие деньги, за сколько можно снимать кемпинг и какие здесь вообще условия жизни, к сожалению, квартиру не снимешь. Да? Ну, по крайней мере, в квартире точно не будет бассейна и такой огромной площади. Ну и такой кухня, и духовки, и ванны, и туалета. Короче, в Ереване все трудно с этим. Вот, ну все, сейчас будем стелиться. Мирошек у нас усунул второй раз. Второй раз, да? Он сегодня уже спит. Вот так вот. Опять все пусто. Никого нету. Приехал только вот автодом стоит из новеньких на швейцарских номерах, получается. А наша любимая парковка пустая. Мы как-то стояли там, потом стояли здесь. А вот здесь самое клевое место, потому что у тебя есть коммуникации, вода, есть розеточки. Здесь можно так все красиво сделать под себя и стоять. И стоять, пока не заметет снегом. Шутка.